Рассказ «Пия на груди» из книги «Жизнь как на ладони», часть 15. На карусели Тимошке ой как понравилось. Сначала он немножко стеснялся, всё-таки большой уже. На соседних лошадках почти совсем малыши расселись. Но когда заиграла музыка, и карусель со скрипом завертелась, Тимка забыла обо всём на свете. Вот если бы у нас в селе была такая карусель, а то всего-то забавка, чели, докатания на Сантос горы зимой. Карусель остановилась, и Нина Павловна постоянно распланировалась, со встречной даром повелась детей к выходу. — Давайте прогуляемся пешком. День великолепный, а дом наш совсем близкий. Вон там, за церком господина Ченезелла. Она показалась ему, что на круглую коричневую крышу. — Фи, мама! — сморщила носик Зиночка. — Мимо этого противного церка и проходить страшно, когда люди какой-нибудь тигр на волю вырвутся. — Не говори глупостей! — строго оборвала ее Нина Павловна. И взяла детей за руки. Днем все животные под замком. Я слышала, что их выводят гулять ночью и под надежной охраной. Дворник Иван рассказывал Маше, что видел, как вдоль церковь в сумерках гуляет укротитель зверей с гигантской змеей бетоном на груди. Про церковь Тимошка уже слышал. Отец рассказывал ему, что в столичном церкви выступает непобедимый зелач Иван Поддубный, одной рукой поднимающий десять человек. Оказывается, у этого Поддубного в церкви есть заморские цигры и змеи. Вдруг Тимошка подумал, что хорошо бы с ним познакомился, вдруг это та самая змея, с которой он обязан прожить служить. И тюри булочные потянуло восхитительным запахом свежей выпечки. Заглядывайте к нам, барыня, не забывайте, сказал булочник. Как-то забудешь, тогда за день такой аппетит разгулялся. Люди, депети, тетя Симы, самый большой трендик. Секи паренек, подари мне кусок, раздался сзади тоненький голосок. Тимошка обернулся, успел заметить, как в сумрачную арку проходного двора мигнулась растрепанная ярко-бюркая тень. Чур меня перекрестил сонукратко, не иначе, как привиделось. У ворот дома Арефьевых величаво возвышался над прохожими старший дворник Иван Лутвин. Он снисходительно наблюдал, как крестьяне, загружая телегу травами в время от времени, язычно покрикивал на них, давая понять, кто здесь главный. Дорог правоздоровиться вашему семье, степенно поклонился он мне и Павловне, и как давнему знакомому, пожал руку Тимошке. «Замрячок это мой барыня, односельчанин, вы уж отпустите его ко мне повечерять, да чайку попить, пообедаем и отпущу, пообещала Нина Павловна». Тимошка сбежал на второй этаж и нетребеливо застыл около двери. «Как там, Танечка? Наверное, я была скучной одной. В темноте квартиры не было слышно ни шороха». И Тимошка отправил, отпрянул от неожиданности, когда из дверного проема появилась хворничная. Нина Павловна стянула кружевные перчатки и вопросительно посмотрела на Машу. «Как Танюша?» Девушка развела руками в сторону, коризненно покачала головой. «Сегодня наша барышня не будет, до сих пор ничего не ела. Я сама ее покормлю», — сказала Нина Павловна. Тимошка скользнул взглядом по образ вставшему недовольному лицу Зиночке и поспешил за хозяйкой. «Нина Павловна, можно я вам помогу?» «Помоги, но как только я подам знак, немедленно уходи. Танюша может сконкузиться». Тим, как и вновь, затаился в уголке столовой. «Наверное, это очень тяжело быть не только слепым, но еще и глухим, немым». Он закрыл глаза, заткнул уши, попробовал отразить себе какого-то не видеть и не слышать, но понял, что даже представить этого не может. Тимошка открыл глаза и увидел, как Нина Павловна медленно уходит Танюшу в столовую. Он предупредительно предвинул к ней стул и помог усадить девушку. В отличие от вчерашнего дня она нерванулась от него в сторону и покорно приняла его помощь. «Надо же!» Удивилась Нина Павловна. «Танюша признала тебя с первого раза. Такое бывает крайне редко. Она стесняется даже своего грезного отца Петра Сергеевича». От ее похвалы Тимка покраснил и осторожно погладил одним пальцем Танину на запястье. На ее лице появилось слабое подобие улыбки. «Да ты просто волшебник! У тебя удивительно легкая рука!» Тимка поднял на нее удивленные глаза. Эту похвалу свой адрес он слышит сегодня уже второй раз. Хозяйка взяла из рук Маши чашку с бульоном и принялась ласково уговаривая кормить Таню из ложечки, как маленькая. «Мама, ну что ты права, она тебя все равно не слышит!» Зиночка раздраженно хлопнула в дверь и усела с мягкой кожи на кресло. «Закочет ей сама поесть, ты ее и так испалывала!» «Ну что ты такое говоришь, Зиночка!» Сочайник сказал Нина Павловна. «Ведь это не же твоя сестра!» Зиночка выразительно задышала и еле слышно прошептала, рассчитывая, что ее никто не услышит. «Лучше бы у меня не было такой позорной сестры!» Но Тимошка услышал ее очень хорошо. Он дернулся, как будто его крапивы по ногам пожгли и с сочувствием перевел взгляд на Танечку. Мало того, что у Бобы, так еще и родная сестра ее обижает. «Можно я посижу с Таней?» спросил он у Нины Павловны. Когда обед был закончен. Не зажидаясь ответа, присел в ног девушки, нанизил эту скамейку и замер. Танина ладонь осторожно опустилась ему на голову. Он подождал, пока легкие пальцы, подрагивая, исследовали его лицо, бережно взял Танину руку и мизинцем и начертал на ее ладошке большую букву «Д». Тимошка. Потом снова провел ее по своему лицу, еще раз написал «Д». Таня кивнула. Поняла. Нина Павловна, Таня меня поняла. Обрадовно выпалил он так громко, что горничная чуть не вернила из рук паркорную чашку. Она очень умная наша, Танечка. Мне надо написать об этом дяде Пете. В своей комнате Тимошка долго сидел за писанным столом и писал письмо Петру дяде Пете. Мальчик брал с решимости, глубоко вздохнул и аккуратно пустил кольчик стального перышка в хрустальную чернилицу и старательно царапал крупными буквами письмо дяде Пете. Тимошка удовлетворенно отложил ручку, полюбовался на свою работу. Оказывается, писать настоящими чернилами совсем нетрудно, очень интересно и приятно. У него сегодня еще много дел. Надо выучить уроки, навестить Таню и постараться лечь спать пораньше с тем, чтобы проснуться в самую полночь, тогда, когда около цирка выводят гулять зверей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok